Мы часто говорим о будущей транспортной сети Москвы, но не стоит забывать о ее прошлом. 113 лет исполнилась Аннушке. Речь про трамвайный маршрут, который может по праву считаться одним из символов нашего города. За время существования Аннушка прошла путь от конки и современных до современных низкопольных вагонов. И даже стала героиней нескольких известных фильмов. О богатой истории и о том, откуда же взялось такое ласковое название, все узнаем у Марии Панкратовой. Москвич в пятом поколении Николай Шишков живет рядом с чистыми прудами почти 30 лет. Каждый день гуляет с собакой и до сих пор восхищается окрестностями. Вспоминает, как еще в детстве, в 68 году приезжал сюда на трамвае Аннушка. Это легенда. Тем более я знаю, что рельсы, они были на Сретенском бульваре. Они проходили через Тургеневскую площадь, возле Крупской. Они делали круг. Мы сбегали школы, ходили в кинотеатр. И потом начали кататься на трамвайчике. Аннушка ходит по Москве с 1911 года. Ее маршрут менялся много раз, но чистые пруды остаются в нем неизменно. Нарекли Аннушку так не в честь героини Михаила Булгакова. Так что масло тут ни при чем. Все дело в том, что трамвай ходил по бульварному кольцу. Раньше оно называлось Кольцо А. Вот москвичи и придумали ласковое обращение. Более того, название этого маршрута стало нарицательным. Он символизирует эпоху, когда трамваев в столице было настолько мало, что их обозначали не цифрами, а буквами. Кстати, сегодняшняя Аннушка – это единственная трамвайная линия, которая сохранилась внутри Садового кольца. Даже стихи про Аннушку сочиняли. Песня была такая «Аннушка, Аннушка, все короче твой маршрут» они пели. Потому что действительно с годами маршрут Аннушки становился все короче. Его постоянно меняли, его останавливали. Были даже годы, когда Аннушка вообще не ходила. Да, несколько лет были перерывы, но потом она возрождалась, потому что это символ Москвы. Они слагали стихи, вспоминали писателя. А еще Аннушка – настоящая кинозвезда. В ее фильмографии «Застава Ильича», «Покровские ворота», «Законный брак». Здесь ездила обеспеченная публика – посетители театров и ресторанов. Сегодня маршрут начинается с живописного вида на Калитниковский пруд и идет через три центральных района столицы. Сегодня на этом маршруте работают только самые современные, комфортные трехсекционные трамваи «Витязь Москва» со всеми удобными сервисами для пассажиров. В них есть система климат-контроля, мультимедийные экраны, разъемы для зарядки мобильных устройств. Ведь развитие трамвайной сети – один из приоритетов московского транспорта. Так обновляют подвижной состав и добавляют маршруты. Например, в сентябре этого года открыли трамвайную линию на улице Сергия Радонежского. Ее протяженность – 860 метров. Двухпутная трамвайная линия соединила действующие пути на шоссе «Энтузиастов» и «Андроньевской площади». То есть за счет этого недостающего звена удалось осуществить прямое маршрутное спрямление в сторону Курского вокзала и центр города из района Перова. Поэтому такой маршрут, радиальный маршрут подвозки стал сразу магистральным. И в дальнейшем, по мере развития трамвайной сети, может превратиться в мощную радиальную магистраль общественного транспорта. Как сообщил Сергей Собянин, в столице 35 трамвайных маршрутов. На них ежедневно совершают порядка 700 тысяч поездок. А вся трамвайная сеть Москвы охватывает 86 районов. И в скором времени она станет еще больше. В городе появятся две новых линии на улице Трифоновской до Рижской площади и на проспекте Академика Сахарова от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара.